Брошенные на произвол судьбы. В посёлках вдоль линии фронта уже полтора года выживают те, кому некуда податься. Без воды, света и тепла. В населённом пункте Водяное осталось несколько десятков человек. Они научились выживать в нечеловеческих условиях. Тему продолжит Татьяна Блинова. Посёлок Водяное. Тут нет ни единого уцелевшего здания. Улица Степная длиной в километр. На ней 26 домов. Все брошенные. Кроме одного. Супругам Смирека некуда ехать. Живут Наталья с Романом одиноко. Пойдём немножко за соседей, а потом почитаем пресвички. Какую-то газету. С тех ещё времён. В Водяном осталось 80 мирных жителей. Люди брошены на произвол судьбы. Уже полтора года живут без воды и света. Света нет у нас уже с 2014 года, с 17 июля. Так точно же нет у нас воды. Ну и всего остального. Ни магазинов, ни больницы здесь нет. Ну ничего. Наталья с мужем живут на окраине посёлка. Ближе всего к зоне боевых действий. От обстрелов прятались в погребе. Вторая дверь. Это мы опускались. В 2014 году туда кровать снесли. Была скамейки, вещи. Всё было там. Это мы всё время там сидели. Зимой сидели. Однажды снаряд попал в дом. Отремонтировали, как смогли. Продувает. Дует окна. А что с окнами было, расскажите. Их повыносило. Просто с лутками. Здесь не было ни луток, ни окон. Вот это потолок. Всё это было обвалено. Стены пообваливались. До войны Роман работал водителем. Наталья торговала на рынке. Сейчас всё разрушено до основания. Выживать помогают огород и коровы. Пережили с нами вместе войну. Вот эта вот Милка была контуженная даже. Она не видела и не слышала. Она не знала, где двери. Думали, что не выживет. Но ничего, выжила. С нами определилась. Но боится шума, какого-то шороха. Всего она боится. Нормально. Она и в то время нас кормила, и сейчас, конечно. И как-то под обстрелами-то живётся? Привыкли уже. Питьевой воды в посёлке нет. Семью спасает 11-метровая скважина, выкопанная когда-то для полива. Открываем, чтобы не падал мусор, и какой-нибудь котик не забежал сюда. В мерное время мы сюда опускали насос и качали насосом. А на данный момент это вот такая вот у нас технология. Вот таким вот образом вытягивать. Вот сейчас, может, вытянет. Как раз коровкам будет напоить. Выехать куда-либо невозможно. Транспорт в посёлке не ходит. Мобильные волонтёры гуманитарного штаба Рината Ахметова привезли помощь в Одинное впервые. Люди благодарны за поддержку. Огромное вам спасибо, конечно. Спасибо ему, конечно, что он помогает нам. Всё есть. И вмешель есть, и крупа есть, масло подсолнечное. Дают всё нормально. Консервы. Всё нормально. Спасибо. Наталья и Роман говорят, живут одним днём. О плохом стараются не думать и очень ждут мира. Ну и, конечно, ждём быстрее, чтобы закончилось это всё. Татьяна Блинова, Ростислав Сысоев, Александр Шмырёв. События. Канал Украина.